Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мобильная поликлиника к услугам селян. В Лаговещенской прошел день здоровья. Капризы погоды не страшны. Анапчане провели первый в этом году общегородской субботник. Они знают о погоде все. Метеорологи отмечают профессиональный праздник. Сейчас обо всем подробнее. На прием без проблем. Уже четвертый в этом году визит медиков в сельские округа. На этот раз день здоровья для жителей станицы Благовещенская. В мобильной поликлинике можно получить консультации всех востребованных на селе специалистов. Как прошел день здоровья в Благовещенской, узнавала наша съемочная группа. Все обследования и приемы врачей бесплатны. Попасть на прием можно к эндокринологу, терапевту, педиатру. И это еще не весь список. Достаточно просто прийти на день здоровья и спокойно, без больших очередей, пройти всех медицинских специалистов. Получить консультации 12 врачей, проверить на кардиовизоре сердца, сделать УЗИ, ЭКГ, пульсоксиметрию. Пройти обследование на смокелайзере. В лаборатории сдать экспресс-анализы на глюкозу и холестерин. Сразу же получить результат и консультацию врача. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова лично курирует все сельские дни здоровья. Я думаю, дни здоровья друг от друга должны отличаться, может быть, помещениями и оформлениями. А остальное, наверное, все должно быть точно так же. Должны быть врачи, которые нужны сегодня людям в Благовещенской. Жители станицы Благовещенская признаются, день здоровья – это очень удобно. Врачи дефицитных специальностей приезжают сами. Не нужно записываться на прием, ехать в город, а можно за несколько часов полностью обследоваться. Я считаю, что можно даже почаще это проводить, так как все-таки у нашей станицы очень много пенсионеров. Не каждый сможет поехать в Анапу, пройти это обследование. А тут, пожалуйста, тебе бесплатно. Все врачи, именно все те, кто нужны людям. Такие дни здоровья очень важны, чтобы людей обследовали и они были здоровыми всегда. Обязательно. Это хоть один раз в год, даже в два года, но обязательно нужно делать, потому что, как на окраине живем, это нужно ехать в Анапу. Отчет, я тут, пожалуйста, приходи. В рамках Дня здоровья в станице Благовещенская было обследовано почти 300 человек. Серию весенних дней здоровья в Анапе подытожит краевая акция. 28 марта в станице Анапской проведут расширенный прием лучшей врачи Кубани. Заместитель по вопросам строительства в управлении образования. Несовместимые на первый взгляд вещи. Но когда узнаешь, какие важные вопросы курирует Анна Замуреева, сомнения отпадают. Ремонт в детских садах и школах, возведение пристроек и новых спортивных залов. В работе с подрядчиками от специалиста не ускользнет ни одна деталь. В сферу образования Анна Петровна пришла из управления капитального строительства. Дока в этих вопросах. Такой человек был нужен как воздух. Активно участвовать в программах, добиваться федерального и краевого финансирования и сопровождать проекты. Планов на этот год немало. В первоочередной это стоит 12-я школа на станице Анапска. Выполнена проектно-смертная документация на капитальный ремонт. Сейчас мы будем подавать пакет документов для прохождения ценообразования. И затем будем входить в краевую программу развития образования для выделения субсидирования. То есть на субсидирование, вернее, краевого и местного бюджета. Также мы подавали заявки на строительство новых корпусов 32-го и 42-го детских садов. Это Собцехова и Анапская. А вот ждем подтверждения финансирования, чтобы выполнять данные работы. Кстати, сегодня у этой маленькой, но очень энергичной женщины день рождения. Мы поздравляем Анну Петровну и желаем успехов во всех начинаниях. От частных вопросов к общим для города проблемам. Сегодня в администрации курорта прошел традиционный прием главы Анапы. С предпринимателями Сергей Сергеев говорил о социальной ответственности бизнеса. Возможность размещения коммерческих объектов на продолжительный срок – одна из тем сегодняшнего приема главы. С таким вопросом к Сергею Сергееву обратился генеральный директор открытого акционерного общества «Роспечать» Эдуард Якимчук. Сегодня законом предписано проведение аукциона и заключение договора с победителем на год. Время пролетит и не заметишь. Глава, в свою очередь, отметил, у бизнеса по отношению к Анапе и ее жителям тоже есть обязательства. Самое простое – достойный внешний вид коммерческих объектов. Дизайн из советского прошлого уже не пойдет. Для современного, работающего на благо Анапы предпринимательского сообщества – зеленый свет. О предстоящем курортном сезоне говорил Виталий Парфимович. Работать хочет по закону, поэтому пришел к главе с предложением – открыть интересный объект показа для туристов. Вопрос изучат и дадут заявителю ответ. Вопреки погоде, несмотря на дождливое утро, общественники, муниципальные служащие, студенты и жители Анапы не изменили планом и провели общегородскую уборку и благоустройство на пляжах и улицах родного курорта. К этому дню Анапа была подготовлена. Коллективы и большинство предприятий, сотрудники коммунальных служб, навели порядок накануне. А в сквере Протапова анапчане высадили белые акации. Инициативу руководителя квартального комитета номер один Юрия Борисова с готовностью поддержали жителей этого района. Под снос пошли старые высохшие деревья. Им на замену – молодые стройные деревца. На этом месте наши родители, мой дед Иван Алексеевич, тоже сажали, когда после войны пришли они в Анапу. Анапа была разбитая вся и решили дозакапывать вот этот вот ров, снести этот вал туда и спланировали сдерживать парк. Мы сейчас в память их к 70-летию Великой Победы садим вот эти белые акации. На набережной заложили новые аллеи сотрудники зеленстроя и муниципального предприятия объединения курортных услуг. Там теперь красуются саженцы крымской сосны. Сейчас мы проводим работы по подготовке почвы для посадки цветников. Планируем на следующей неделе провести посадку двулетней рассады, то есть виолы, в количестве 42 тысяч штук на центральных лумбах города, а также на мемориальных местах. Согласно цветочному плану, сточное оформление в этом году будет высажено порядка 120 тысяч. Рабочие убирали мусор возле строительных площадок, студенты наводили порядок на газонах, на пляже высадили десант сотрудников муниципальных предприятий. Коллектив Анапского водоканала работал рядом с предприятием. У здания они не просто навели образцовую чистоту, а создали еще один зеленый уголок в Анапе. Мы же живем в этом городе и хотим, чтобы отдыхающие наши люди, проезжая мимо водоканала или отдыхая в этом сквере, получали удовольствие. Сейчас следующий этап – это облицовка здания композитным материалом. Ну и, конечно, мечта – это поставить фонтан. Уборка прошла в каждом сельском округе. В Субсехском навели порядок в лесополосе и на стеле, знаменующей начало Кавказского хребта. Сотрудники детских здравниц и санаториев убирали мусор на пляжах. В Гайкадзорском, Джигинском, Витязевском округах привели в порядок центральные улицы и побелили деревья. В детском парке наводили порядок работники учреждений культуры. Итог работы – просыпающийся после зимы парк стал чище и аккуратней. 4 апреля Анапа наравне со всеми городами и районами Краснодарского края выйдет на Всекубанский субботник. Ну а двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Анапе будет до 30 апреля. И в продолжение темы. Координатор 12-го микрорайона округа Восточный Наталья Ключникова стала победителем городского этапа конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 2014 года. Получила премию и потратила ее на зеленение дворовых территорий. Лучший орган ТОС в крае, который проводится у нас, точно так же, как он проводится в Анапе. И в прошлом году Сергей Павлович Сергеев, значит, тоже пошел по такому же пути, значит, стали выделять деньги на благоустройство территории. То есть территории, которые заняли призовые места, этим территориям были выделены средства. То есть мы их потратили на благоустройство. Значит, мой ТОС на озеленение. Мы посадили форзицию, магонию, розы, барбарис, гибискус. Вот сейчас мы занимаемся обрезкой. 12-й микрорайон недаром считается одним из самых озелененных спальных районов нашего города-курорта. До общегородского субботника почти месяц, но мини-субботники проходят повсеместно. Сами жители обкапывают деревья и кустарники, проводят обрезку ранее посаженных растений, приводят в порядок газоны и клумбы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. Как создают прогнозы погоды, узнавала наша съемочная группа. Каждые три часа специалисты гидрометеорологической станции проводят замеры температуры и влажности воздуха, силы и направления ветра. Все эти данные они могут получать от автоматических установок, но предпочитают перестраховываться и собирать их своими руками. Елена Никулина – одна из тех, кого называют наблюдателями. В 18 лет работает на станции, выбрала профессию случайно. И как оказалось, это то, что ей действительно по душе. Мне это нравится, это действительно романтика, это интересно, очень обосновательно. То есть ты уже сам делаешь выводы, ты сам с этим как-то, ну вот, как вам объяснить. Ну в общем, это надо любить. Ты просто любишь работу. Честно, я как фанатик, я, например, очень люблю свою работу. Метеорологи на станции работают круглосуточно и большую часть времени проводят в кабинете. Передавая собранную информацию в Краснодарский и Московский гидромедцентр. Там уже составляется погода на каждый день. Если волна поднимается, значит сейчас будет усиление ветра. То есть мы уже по морю можем определить, когда будет проходить циклон. То есть даже можем, ну раз, раньше синоптика. Синоптики еще предупреждения не сдали. А у нас сонапа такая, что у нас мы ветер, особенно южный, вловим всегда циклонический. Самое первое, начинаем штормить, и уже на основании наших синоптики быстренько реагируют. Поэтому нам даже приходится быстрее реагировать, чем синоптики. Все замеры делаются и передаются анавскими метеорологами в то же время, что и специалистами, например, из Германии или Беларуси. По всему миру метеорологи тоже проводят наблюдение. То есть у нас четко, в минуту, в минуту мы все проводим наблюдение, чтобы у нас была четкая слаженность. Поэтому у нас называется Всемирный день метеоролога. Потому что на базе одной станции прогноза не сделаешь. Это идет действительно по всему земному шару наблюдения. Внимание, дети! С 19 марта по 1 апреля на территории курорта сотрудники ГИБДД ведут профилактическую работу. При школьной автомагистрали повышенная зона риска. В Краснодарском крае за последний год зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Маленькие пешеходы не всегда последовательны в своих действиях. Профилактическая операция «Внимание, дети!» проводится инспекторами ГИБДД не с водителями автомобилей, а со школьниками. Ребятам разъясняют, как правильно переходить улицу при наличии и отсутствии светофоров и дарят подарки. Специальные бейсболки с логотипом «Заметный пешеход» и светоотражатели, значки на рюкзак или одежду, которые хорошо видно в темное время суток. Артем Баранов хорошо запомнил, как правильно переходить улицу. Сначала посмотреть направо, потом налево, потом дойти до середины, дождаться, чтобы либо водитель пропустил, либо посмотреть еще раз направо-налево и переходить пеше дорогу. Бельщики одевать, когда по темноте идти, чтобы видели водитель, что пешеход идет осторожно. Они приближали победу. В память о ветеранах войны Тенишевых появилась мемориальная табличка. Родственники героев ее установили месяц назад у дома, где жили супруги. Расскажет Алина Гумерова. Владимира и Комарею Тенишевых знал весь город и до сих пор помнит. Сын Фарид вспоминает, как в их доме каждый год за большим столом собирались гости и отмечали День Победы. Владимир Борисович ушел на фронт в 42-м году, а в 43-м его серьезно ранило. Они были на передовой и мина одна развалась впереди, а вторая сзади. Он говорит, что третья будет наша. Мина попала, он поднялся сзади, отрывал руку ему. Так Владимир Тенишев остался без руки. В телеграмме маме о серьезном ранении 19-летний Володя не написал. Вот здесь написано, легко ранен в левую руку. Чтобы мать не беспокоилась. Легко ранен. Без руки остался. Через два года после войны Владимир Тенишев познакомился со своей будущей женой Комареей Шариповной. В 63-м семья переехала в Анапу. Вместе супруги Тенишевы прожили больше 50 лет. С размахом отмечали золотую свадьбу. Дом строили сами. Владимир Борисович с Комареей Шариповной воспитали трех сыновей, семь внуков, одиннадцать правнуков. После смерти хозяев дома, сын Фарид и его супруга Фатима решили увековечить память о родителях. Установили на заборе мемориальную доску, чтобы Анапчане и гости курорта, проходя мимо дома, знали о людях, благодаря которым над их головой мирное небо. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Март похож на юную красавицу, которая говорит, что уже вышла, а сама красит ресницы дома. По календарю уже весна в разгаре, а вот погода пока не вполне весенняя. Во вторник утром всего до плюс двух, но днем воздух прогреется до плюс восьми градусов. Сохранится пасмурная дождливая погода. Ночью возможны заморозки. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова